Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корниев и моя еженеделя аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Подписывайтесь на канал, ссылочка в описании. Каждый понедельник я выкладываю свою аналитику, свой взгляд, свои сигналы на входы в прибыльные сделки. На эту неделю я подготовил 10 инструментов инвестиционных и давайте посмотрим, какие есть интересные сигналы. Досмотрите также видео до конца. В конце посмотрим, какие новости, на которых можно заработать, экономические события. Итак, британский фунт стерлингов. Последнее время очень хорошо работает по Fibonacci. Уже три волны отработали вообще шикарно. Все мои предыдущие выпуски можете посмотреть. Там был британский фунт. Я показывал, он очень хорошо себя отрабатывал. Сейчас идет третья волна. Тоже, как мы наблюдаем, нисходящая коррекция. Я обозначил вот этим квадратом, прямоугольником, да, бирюзовым в районе 61,8. Коррекция будет, можно будет ставить ордера на покупку. Эта цена будет 1.34.62. Австралийский доллар находится под сопротивлением вот этой вот линии. В районе цены 0.7135. Можно бы ставить ордера на продажу. Доллар и японская иена находятся в таком треугольнике. Сейчас уже произошла коррекция от уровня сопротивления, как я считаю. Поэтому точно от этого сопротивления уже не надо будет продавать. Только если дождаться, пока будет коррекция вниз. Если пойдем вниз, у нас внизу в районе цены 114.487 будет цена на покупку. Ордер на покупку может встать. Это будет линия поддержки. Доллар-франк находится в заточении двух линий поддержки и сопротивления. Сейчас находимся в середине. Если идем наверх, то в районе цены 0.9333 ставим ордер на продажу. Если пойдем вниз, то в районе цены 0.9197 ставим ордер на покупку. Евро-австралийский доллар пробил уровень сопротивления. И если пойдем вниз, то у нас ждет зеркальный уровень поддержки. Это в районе цены 1.5953. Можно бы ставить ордера на покупку. Линия практически горизонтальная, поэтому очень удобно поставил. Можно там даже особо не корректировать ее. Забыть и ждать, пока он отработает. Спрашивают многие, что будет с рублем. Доллар-рубль находится вот в такой фигуре. Тоже консолидация, такой размашистый треугольник. И сейчас как раз посередине находимся. Я ожидаю, если пойдем наверх, то у нас есть хороший уровень сопротивления. То есть от цены 80.08 может быть коррекция вниз. А внизу будет уровень поддержки. Ожидательное в районе цены 69-67. Может быть покупать. Канадец франк находится вот в такой треугольной консолидации. Уже отбились от уровня поддержки, поэтому покупать пока не могу порекомендовать. Только если долгосрочно. В районе цены 0.7343. Хороший уровень сопротивления. Отсюда можно ставить ордера на продажу. Причем, обратите внимание, три раза уже цена отбивалась четко. И четвертый раз, скорее всего, тоже отобьется. Потому что была хорошая коррекция вниз. Вот об этом я у себя на обучении обычно рассказываю более подробно. Дальше смотрим. Новозеландский доллар-франк также находится около уровня сопротивления. Поэтому в районе цены 0.6138 можно ставить ордера на продажу. Евро-иена дала стрелку вверх огромную. То есть сейчас движемся к уровню сопротивления. Вот я обозначил. Единственное, что ее будет сдерживать, это уровень сопротивления. Поэтому в районе цены 0.132.865 может быть ставить ордера на продажу. Но думаю, все-таки краткосрочно. Потому что очень большая сила покупателей. И можем пробить этот уровень. Поэтому будьте осторожны. Ставьте стопы, что называется. И используйте риск менеджмент. Если цена все-таки пойдет вниз. У нас здесь хороший уровень поддержки. В районе цены 128.720. Можно ставить ордера на покупку. Ну давайте посмотрим золото. Золото находится тоже в треугольнике. Причем в сужающемся треугольнике. Это видно по D1. Мы видим, что хорошие уровни. Но последние два максимума и минимума, они сузились. Сузили треугольник. Поэтому из-за этого у нас возникает несколько сигналов. Если пойдем вниз, то у нас вот здесь будут две линии поддержки, от которых можно покупать. Если пойдем наверх, то во-первых, у нас здесь будет зеркальная линия сопротивления. Ждать в районе цены 1822. А если еще дальше пойдем, то у нас будет два уровня сопротивления. 1847 и 1855. От этих уровней можно будет ставить ордера на продажу. Кстати, на прошлой неделе я делал анализ по евро. Там были такие же два уровня в сужающемся треугольнике. И они оба очень хорошо себя отработали. Все, кто со мной торгал, заработали в плюс. Поэтому имейте в виду, присматриваемся к золоту. Давайте посмотрим, что у нас показывает экономический календарь. На следующей неделе достаточно спокойная. Я смотрю, понедельник, вторник, среда вообще практически ничего нет. Что нам может быть интересно. В четверг число перерычных заявок на получение пособий по безработице. Можно присмотреться. Но не особо важная новость. Единственное, вот в пятницу здесь будет много новостей именно по Британии. То есть это выступление Глобанка Англии. Бейли, ВВП по разным периодам. Ну и другие новости, которые в принципе спровоцируют волатильность британского фунта стерлингов. Ну а также решение по процентной ставке в России, Центробанка. И причем планируется повышение, что укрепляет, как известно, национальную валюту. То есть рубль. А значит пара доллар-рубль может краткосрочно, я думаю, все-таки снизится. Потому что давление доллара больше, конечно, чем рубля. Поэтому если и будет укрепление, то, наверное, небольшое. Вот такой вот прогноз. Такие мои взгляды на рынок на эту неделю. Пишите комментарии, какие вы хотите, чтобы я смотрел инструменты. Какие вы торгуете. Делитесь, не стесняйтесь. Желаю всем успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok